Постсоветская война И не происходили, а возникли сразу в завершенном виде тогда и только тогда, когда конкретный человек заметил конкретное событие, а скорее просто прочитал или услышал в СМИ какую-то его трактовку, показавшуюся верной. Наконец, методы, применяемые людьми для достижения цели, зачастую вводят в сторону противоположную этой цели. При этом обычный, неподготовленный человек, даже хорошо образованный, не в силах заметить и понять допускаемую им системную ошибку. Поэтому, часто не понимая цель и смысл действий власти, народ хватается за теорию заговора. Или же возмущается тем, например, что Кремль не публикует в открытой печати свои стратегические планы разгрома США и не отчитывается публично о всех своих тайных операциях. Как именно действует принцип неверного метода, уводящего о цели, достижению которой должен по идее служить, объясню на простом примере, доступном пониманию каждого, кто более-менее активно даже не пишет, а хотя бы комментирует в соцсетях и интернет-изданиях. Я часто говорил своим знакомым, пытающимся развернуть компанию травли в комментариях или в публикациях какого-нибудь реального мерзавца или просто досадившего им человека или кого-то, кого они считают своим политическим оппонентом, что этого делать не надо. Большинство обвиняло меня в идеологическом пацифизме. Относительное меньшинство заявляло, что принимает мои аргументы, но все равно считает, что с врагом надо бороться. Единицы соглашались, но далеко не всегда впоследствии могли удержаться от желания вступить в полемику со своим врагом. Между тем, ситуация абсолютно прозрачна. Всякие лайки, анти-лайки, разные системы оценивания статей, как и возможность их комментировать, изобретена интернет-изданиями, ведущими конкурентную борьбу не столько за читателя, сколько за посещаемость, потому что посещаемость трансформируется в рекламные деньги, политические заказы и прочие приятные вещи. Таким образом, человек, начинающий активную борьбу с противником в интернете путем негативных оценок или негативных комментариев, на самом деле помогает тому, с кем он борется. Заказчик не будет считать минусы и плюсы, его интересует только охват аудитории, а каждый негативный комментарий или минус – тоже заход на материал. Еще глупее поступают разоблачители, пишущие десятки и сотни статей о том, какой имя рек мерзавец. Каждую такую статью прочтет какое-то количество людей, доселе незнакомых с творчеством критикуемого автора. Часть из них обязательно решит лично познакомиться с тем, что пишет мерзавец. Кому-то наш враг покажется более убедительным, чем вы лично. В результате, каждая разоблачительная статья расширяет аудиторию критикуемого автора, повышая его влиятельность и капитализацию. Поэтому некоторые авторы умышленно разжигают войну мнений в комментариях под своими статьями, активно участвуя в полемике даже с явными неадекватами. А самые большие пройдохи даже усиленно опекают пару-тройку, а то есть десяток враждебно настроенных комментаторов, способных организовать идеологическую борьбу даже по поводу содержания чистой белой страницы, вообще не обремененной каким-либо текстом. КОНЕЦ 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 Для того, чтобы стабилизировать эту динамичную позицию до такой степени, чтобы ее можно было рассматривать как статичную, необходимо обратиться в прошлое. Именно поэтому история неразрывно связана с политикой, а красивые или конъюнктурно полезные, но лживые или просто неверные трактовки исторических событий зачастую приводят к политическим катастрофам в актуальном времени. Следовательно, когда мы говорим о текущих политических процессах, мы анализируем определенный, известный нам отрезок или их развитие в прошлом и, исходя из этого, оцениваем их актуальное состояние и прогнозируем будущее развитие. Понятно, что для этого нам необходимо правильно определить момент начала соответствующего процесса, ибо если будет допущена ошибка с определением стартового момента, мы неверно обозначим и причины, вызвавшие старт соответствующего процесса. Не сможем понять, какие силы и почему были в нем заинтересованы. Соответственно, ошибочными будут и наши текущие позиционирования и оценка перспектив развития, а задействованные нами механизмы решения проблемы будут, как в примере с лайками, не приближать нас к цели, а отдалять от нее. Мы часто говорим, что следствием цветных переворотов становятся гражданские войны. Если иметь в виду видимую часть гражданской войны, собственно, перестрелку, то это будет правильно в большинстве случаев, хоть и не во всех. Если же относиться к гражданской войне как к процессу, который развивается из прошлого в будущее и, видимо, сегодняшняя, часть которого не дает нам полноты представления о данном событии, то мы должны будем прийти к мысли, которая может показаться парадоксальной, но на деле совершенно точно отражает реальную ситуацию. Цветной переворот является не стартом, не спусковым крючком гражданской войны, а лишь моментом ее катализации, означающим, среди прочего, что зенит ее уже пройден и конфликтная ситуация в обществе близка к разрешению, хоть и дорогой ценой и совсем не так, как полагают стороны, участвующие в горячем конфликте. Вариант урешения проблемы При этом, поскольку противоречия между элитными группами носят системный характер, но в обществе нет системных сил, которые были бы заинтересованы в поддержке претензий на власть той или иной группировки, обществу предлагаются ложные цели. Это может быть и борьба с коррупцией, и европейской интеграцией, и сближение с Россией, и восстановление СССР, и построение национального государства. Борющиеся элитные группы начинают ассоциировать себя каждая с одной из популярных в обществе идей. В своей группе поддержки внушается мысль, что реализация ее сверхидеи важнее процедуры, законов страны и правил общежития, что именно ее реализация принесет немедленное счастье всем, а против выступают только враги, виновные во всех проблемах как страны, так и данной общественной группы и каждого из составляющих ее индивидуумов. Революционная риторика используется годами, раскачивая ситуацию, раскалывая общество, в конечном итоге приводя к парализации государственных структур и разрушению государственности. Переворот становится закономерным завершением этого, мирного и незаметного в большинстве случаев, этапа гражданской войны. Он фиксирует уже состоявшуюся победу в гражданской войне одного из лагерей. Последующее же вооруженное противостояние является попыткой, иногда удачной, иногда неудачной, проигравшего лагеря реставрировать допереворотную ситуацию. Но поскольку государство уже разрушено, это необходимая предпосылка переворота, а оба лагеря десятилетиями воспитывали в своих группах поддержки сознания приоритетности групповых ценностей над государственным порядком, реставрация невозможна. Каждое следующее правительство после цветного переворота имеет дело лишь с ухудшающейся ситуацией. В маленьких странах, вроде Молдавии или Грузии, где ресурсов хватает только на одного олигарха, на остатках постпереворотной государственности может быть сформирован квазистабильный режим, маскирующийся под европейскую демократию личной олигархической диктатуры. Причем нельзя исключать попытки поведения таким режимом серьезных проведения, таким режимом серьезных реформ на основе субъективных предпочтений и даже реализации пророссийской или умеренной в отношении России политики. Все это уже не может отменить деградацию государственности. Политический и экономический ресурс оказываются потрачены на внутреннюю и междоусобную борьбу еще на допереворотном этапе. Более-менее кровавые события после переворота наносят обществу дополнительную глубокую травму. Прежде всего теряется вера в способность национального государства обеспечить среду выживания. Страна, государственность которой по существу разрушена, попадает в замкнутый круг. Внутреннего ресурса недостаточно даже для приостановки процесса деградации государственности, не говоря уже об обращении его вспять. Политическая воля, которая могла бы частично компенсировать нехватку ресурса, отсутствует. Олигархическое правление, хоть в форме демократии, хоть в форме диктатуры, по природе своей паразитарно. Кроме того, ему противопоказан сильный государственный аппарат. Сильное государство пожирает олигархию, как естественно конкурента в борьбе за контроль над ресурсами и распоряжение ими. Поэтому невозможен выход в мобилизационный режим. Да и расколотая переворотом, возможно и последующим контрпереворотом в форме горячей гражданской войны, общество практически не подлежит объединению. На каждом следующем этапе экономика становится меньше, а государственная власть слабее, страна аннигилирует сама себя. Почему же национальные элиты ведут себя именно таким образом? Почему они разворачивают в своих государствах скрытую гражданскую войну, которая рано или поздно доводит дело до переворота и последующего открытого военного конфликта? Давайте вспомним, что цветные перевороты были не первыми потрясшими постсоветское пространство. В ходе переворота в 90-е годы были свергнуты президенты Аяз Муталибов и Абульфас Эльчибей в Азербайджане, Звид Гамсахурдия в Грузии. В Таджикистане несколько лет шла гражданская война. Первый президент Украины Леонид Кравчук также покинул свой пост досрочно, назначив под давлением досрочные президентские и парламентские выборы. Неспокойно было и в других государствах, включая Россию. То есть мы имеем дело как минимум с двумя фазами гражданской войны, которая в 90-е годы характеризовалась военными переворотами и высокой нестабильностью, а в нулевые – цветными переворотами. При этом гражданские войны характерны для обеих фаз, а борьба элитных группировок в той или иной форме продолжается во всех постсоветских странах, кроме России. Да еще в Прибалтике она приглушена за счет членства в НАТО и ЕС, которые обеспечивают поддержку прозападных правительств. Таким образом, история наших гражданских войн началась с распадом СССР. Точнее, мы имеем дело с одной многослойной гражданской войной, которая в скрытом, холодном виде началась еще до распада СССР, привела к его распаду и последующим перипетиям на постсоветском пространстве. А сейчас вступает в свою завершающую стадию, выливаясь в горячие гражданские конфликты на периферии империи, в то время как ее центр уже прошел фазу стабилизации и вышел в фазу роста. Одна из элитных группировок, существовавших в рамках КПСС в 80-е годы, пришла к мнению о необходимости возрождения Института частной собственности в СССР. Следующим естественным решением была попытка конвертировать свою политическую власть в собственность. Однако быстро выяснилось, что без разрушения советского государства невозможно пересмотреть один из базовых принципов его существования. Выше описал, что любой переворот, а в случае с СССР мы имеем дело с настоящей революцией в виде контрреволюции, еще до своей реализации должен разрушить государство, иначе оно сможет эффективно подавить путь. Разрушению же СССР, кроме значительной части центральной союзной элиты, противились практически все элиты союзных республик. Они хорошо знали, насколько они зависимы от перераспределяемых центром в их пользу, ущерб России, доходов бюджета, и понимали, что оставшись один на один с народом, которому придется объяснять резкое падение уровня жизни, могут не удержаться. Однако старые партийные элиты были заменены в 80-е годы в большинстве союзных республик, а новых в конечном итоге, хоть Средняя Азия протестовала до последнего, удалось убедить в том, что передача в их руки всей госсобственности, находящейся на их территории, компенсирует им лично проблемы, связанные с опасностью самостоятельного существования. Роспуск союза знаменовал победу на первом этапе гражданской войны, еще в основном холодной, хоть горячих тучек уже тогда хватало, конвертатора власти в собственность, даже ценой уничтожения государства. Но им надо было обеспечить необратимость этой победы, а реставрационные настроения в обществе были очень сильны. Ставка была сделана на национализм и приватизацию. В каждом из постсоветских государств были свои особенности, но везде идеологическое обоснование необходимости местной государственности обеспечивало быстро радикализировавшийся местный национализм. А экономическую базу советского единства разрушала приватизация, уничтожившая кооперационные связи между предприятиями, еще вчера единого народно-хозяйственного комплекса быстрее, чем сами предприятия. В 1993-1994 годах практически все постсоветские страны прошли точку возврата, после которой коммунистический реванш стал невозможен в принципе. После этого бывшая партноменклатура стала не очень нужна националистам, считавшим, что она отрезает для себя непропорционально большую часть общенационального пирога. Быстро оперявшимся олигархам сильное государство, на которое по идее должна была опираться бывшая партноменклатура, было тоже ни к чему. Как уже было сказано выше, олигарх и бюрократ борются за один и тот же кусок, поэтому либо государство будет слабым, что делает бюрократию зависимой от олигархии, обеспечивая в качестве побочного эффекта быструю деградацию государственности, либо олигархии не будет вообще, а все большие состояния будут так или иначе поставлены на службу Родине. Процесс в России практически заканчивается, в остальных странах еще не начинался. Гражданская война между фракциями идеологов и собственников КПСС, вылившаяся в развал СССР, переросла в гражданскую войну между постсоветской бюрократией и ее нациолигархическими партнерами. Бюрократия не может управлять без националистов, обеспечивающих ее независимость идеологически, и она постоянно плодит олигархию за счет раздачи госсобственности в частные руки. Поэтому бюрократия в конечном итоге проигрывает, а с ней проигрывают и национальные государства на окраинах империи. Они слабеют и распадаются, превращаясь в заповедники дикого национализма, анархии и олигархического феодализма. Россия и бывшие республики сегодня движутся в диаметрально противоположных направлениях. И в этом также заключается проблема, тормозящая интеграционные процессы на постсоветском пространстве. И по этой причине тоже Россия пытается удержать их от окончательного рассыпания и скатывание в кровавую вакханалию до тех пор, пока естественные процессы самоуничтожения нацио-олигархической элиты не завершатся, и мы все не выйдем на один вектор развития. Понятно, что темпы и достигнутый уровень будут очень сильно различаться, но двигаясь в одном направлении взаимодействовать несложно, в то время как движение в противоположных направлениях при попытке координации усилий вызывает только конфликты. Россия, как старый имперский центр, сохранивший все традиции государственности, перешла от центробежных тенденций к центростремительным значительно раньше национальных окраин, все еще хоть уже и через силу продолжающих бег от России. Сегодня это дает Москве уникальную возможность впервые в истории русской государственности выстроить с постсоветскими государствами прагматические отношения, основанные не на миссионерском комплексе защиты, свойственном России царской, и не на идеологической миссии, свойственной России советской, а на отношениях взаимной выгоды, когда за все получаемое надо что-то отдавать. А пока надо дождаться окончания начавшейся 30 лет назад гражданской войны на постсоветском пространстве. Поскольку дело все чаще доходит до стрельбы, до открытых конфликтов элитных группировок в постсоветских странах, рискну предположить, что конец войны не за горами. Пушки не зря называли последним доводом королей. Оружие применяется тогда, когда никакие другие методы уже не действуют. Но в силу особенностей его воздействия на человека и общество, оружие не может долго служить главным аргументом. Оно слишком эффективно в качестве средства уничтожения. Мы также знаем, что нациолигархические структуры не могут победить в сопредельных государствах, поскольку само их существование ведет к деградации государственности. Так что окончание данной гражданской войны в любом случае будет в нашу пользу. Поэтому вопрос сохранения людей путем проведения более щадящей политики является приоритетным по сравнению с возможностью искусственно катализировать процессы распада. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для альтернативы. Постсоветская война. Продолжение следует...